всем привет это уже девятая серия андроид ликбес и в сегодняшней серии мы поговорим о том как управлять уведомлениями на android как их блокировать назначать приоритетные и неприоритетные как выставлять отдельный звук на уведомления и так далее и тому подобное также затронем такую немаловажную тему как разрешение для уведомления то есть каким приложением можно иметь доступ к микрофону геолокации историю вызовов и так далее и в конце покажу как можно сбросить adaptive brightness для тех кто забыл это та система которая интеллектуально регулирует яркость на нашем телефоне с учетом наших предпочтений в конкретных приложениях и в самом конце поговорим о том как можно заблокировать стандартные приложения чтобы они нам не мозолили глаза если мы ими вообще не пользуемся ну в общем то давайте уже начинать и так все что я сейчас буду показывать будет относиться к android 10 q так как уже практически начало августа и скоро будет у нас официальное обновление до android 10 то я решил что не нужно показывать это на 9 вроде потому что как раз таки в десятом у нас было очень много обновлений связано с уведомлениями и с разрешениями поэтому если у вас 7 8 и даже 9 android то много из того сейчас покажу у вас будет по-другому как я уже говорил начнем с уведомления для начала выясним как же нам попасть в настройки для того чтобы регулировать самые уведомления способы существуют всего три первые это мы можем сразу же из шторки уведомлений перейти к настройкам уведомлений конкретного приложения в данном случае это у нас telegram то есть делаем свайп либо слева направо либо справа налево и вот нажимаем на шестеренку и еще раз нажимаем на нее и попадаем на строки уведомлений конкретного приложения также мы можем зажать палец на том же самом телеграме вот у нас появится уведомление но мы нажимаем вот сюда вот на и и нажимаем на уведомление и вот мы снова попадаем эти настройки и конечно же третий самый очевидный способ нужно просто зайти в настройки выжимаем шторку шестеренка приложение уведомления и вот у нас будет уведомление на десятом андроиде немножко поменялась логика управления уведомлений как видите здесь есть два уровня это активные уведомления и тихие уведомления то есть активные у нас будут появляться сверху а тихие будут приходить вообще без звука я не будет появляться снизу начиная с 10 андроидом на заблокированном экране у нас есть три опции показа уведомления это уведомление со звуком и без то есть будут показываться все уведомления либо уведомления только со звуком то есть Стихи уведомления не будут показываться, либо мы вовсе отключаем все уведомления. Также здесь есть такая настройка как Sensitive Notifications. Что это обозначает? Будет ли у нас показываться текст сообщения либо чего-то другого на заблокированном экране или нет? То есть если эта настройка у нас включена, то вот мы заходим на заблокированный экран и мы видим текст. То есть я написал себе тест и вот он показывается. Давайте теперь мы это отключим, снова заблокируем экран, разблокируем и вот видно, что только Telegram самого текста нам не показывается. Теперь мы спустимся немножко ниже и теперь у нас появилась опция на 10 андроиде, можем ли мы позволять отложить уведомления. Если эта опция у нас отключена, то есть Allow Notification Snewsing, то если мы вызываем уведомление, делаем свайп, то видим у нас здесь появляется только шестеренка, но если же мы ее включаем, вызываем уведомление и вот эта функция у нас появляется. То есть мы можем отложить уведомление на 1 час по стандарту либо на 15, либо на 2 часа. Как это работает? Если мы его откладываем на 15 минут, то уведомление у нас пропадает и через 15 минут она снова появится как будто бы новая. Также в 10 андроиде у нас появилась такая функция как рекомендуемые действия и ответы. За что это отвечает? Если нам приходят уведомления с какой-то ссылкой, например, как сейчас, то есть я вот отслал себе Яндекс.ру, то нам позволяется сразу же открыть эту ссылку в дефолтном браузере, то есть у меня это Google Chrome, нажимаем и вот у нас сразу же открывается Яндекс прямо из ссылки уведомления. Теперь мы переходим в настройки уведомлений всех приложений и что у нас здесь появилось нового. Самое главное это то, что теперь все уведомления у нас сортируются по частоте их появления. Если они нам приходят часто, то они будут сверху. Если нам уведомления от каких-то приложений практически не приходят, то они будут снизу. Соответственно искать это теперь намного легче. Теперь давайте перейдем в конкретное приложение, например, YouTube. Что мы здесь сразу же можем видеть? А здесь мы сразу видим то, каким типом уведомлений у нас громкие, а какие тихие. Это то, что я упоминал в начале. То есть вот эти уведомления мне будут приходить со звуком, а вот все остальные уведомления будут приходить без звука. Ну и также мы видим частоту появления конкретных уведомлений. И отсюда можно регулировать, какой тип уведомлений нам хотелось бы получать, а какой нет. Допустим, комментарии у меня отключены, но я могу их снова обратно включить и мне будут приходить эти уведомления. И как еще мы можем регулировать то, какие типы уведомлений мы могли бы получать? Это можно регулировать из шторки уведомлений. Для этого зажимаем палец на уведомление. И как раз у нас здесь появляется регулировка того, будет ли у нас приводит ли уведомление в приоритетном Nadal. Ну а также если мы хотим отключить этот тип уведомлений, то просто нажимаем на выключить уведомление. И вот у нас появляется множество последних типов уведомлений. И вот от самого себя я могу отключить эти уведомления. И это работает со всеми приложениями. У каждого приложения будет свой типа уведомления у Telegram после того, чтобы поomeакленные контакты. Google у меня чаще раздражают уведомления о погоде, я их отключил и видите, сколько мы можем это уже. Вот это все можно отключить, если оно нам не нужно. Вернемся к YouTube, и если мы проваливаемся на конкретный тип уведомлений, например, прямые трансляции, то здесь мы опять же можем регулировать, какой тип это будет уведомление, приоритетный, либо тихий. А также мы можем регулировать, то будет ли это всплывающее окно, либо нет. То есть как раз-таки та штука, которая у нас появляется вот здесь сверху, когда приходят уведомления. Ну а также из этого пункта можно сразу же регулировать, будет ли этот тип уведомления, то есть не полностью все уведомления от YouTube, а конкретно прямые трансляции, будет ли оно со звуком, либо оно с фибросигналом, и будет ли показываться сообщение на заблокированном экране, То есть то, что я показывал ранее. Теперь мы поговорим про разрешение для уведомлений. Опять же, как это можно вызывать? Мы можем просто зажать пальцем на приложение, нажать на иконочку I, и вот у нас появится разрешение для приложений. Либо же мы переходим в настройки, и на 10-ом андроиде это выглядит так. Приложение и уведомление дополнительно, и управление разрешениями. Либо же можно перейти еще дополнительно в кандинфициально. Здесь у нас выделены отдельный пункт меню для этого. И опять же, здесь у нас появляется управлениями разрешениями, о которых мы сейчас поговорим. Также здесь нам показывается, можем ли мы показывать сообщения на заблокированном экране. И здесь появились такие новые пункты, как реклама и использование диагностика от Google. Такого раньше не было. Но для начала поговорим о разрешениях. Для тех, кто не в курсе, что это такое, зачем это нужно. То есть у телефона есть какие-то датчики, сенсоры, либо данные на телефоне. И как раз таки через это меню мы можем регулировать, каким данным конкретное приложение может иметь доступ. Например, к местоположению у меня имеют доступ такие приложения, как смотрим камера, карта и Google. А вот эти приложения я им разрешил использовать только при их использовании. Это, кстати, одно из нововведений в десятом андроиде. Это у нас копировали соиск. Когда мы запускаем приложение, то только тогда, например, 2GIS может использовать местоположение. А когда оно у меня не работает, то оно не может его использовать. Ну а также здесь показываются все приложения, которым я запретил полностью доступ к местоположению. То есть они не могут узнать, где я нахожусь в конкретный момент времени. И такие же типы разрешения у нас есть не только для местоположения, но и для микрофона, телефона, хранилища. То есть это файл, который у нас хранятся на телефоне, смс. Я бы рекомендовал перейти к микрофону и к местоположению и проверить о том, каким уведомлениям вы даете доступ о своем местоположении. Микрофону, да и вообще пройдитесь как раз таки по всем разрешениям и отсортируйте то, что вам нужно, а что вам не нужно. Ну а также, как я уже сказал, начиная с 10-го андроида, у нас есть три типа разрешения. Давайте, допустим, зайдем в тот же самый Instagram и вот я захожу в истории. И теперь я могу дать постоянное разрешение на геолокацию только во время использования либо запретить ее вовсе. То есть если я ставлю разрешить в любом режиме и даже если я сейчас закрою Instagram, то он все равно сможет трекать то, где я нахожусь. Если я ставлю галку на разрешить только во время использования, то он получает доступ к моей геолокации только во время использования этого Instagram. А если я запрещаю, то он вообще не получит его ни во время использования, ни в то время, когда он будет закрыт. И если, например, вы отключите что-то важное, то можно не особо переживать по этому поводу. Например, если мы отключим камеру у Telegram, то в последующем, если я захочу сделать фотографию через Telegram, он у меня снова попросит об этом разрешении и все. Ну а также на 10-ом андроиде у нас появился такой пункт, как реклама. Он, кстати, и раньше был на андроиде, просто он был немножко спрятан. Что это такое? У каждого из нас есть свой особый рекламный идентификат. И когда мы заходим на всякие приложения, сайт, из-за ответствий от наших действий, от того, что мы ищем в интернете, нам присваивается некий такой код того, что нам нравится и какую рекламу нам нужно показывать. И как раз таки здесь мы можем сбросить нашу рекламный идентификатор для конкретного телефона, который, допустим, у меня находится в руках. Либо мы можем отключить персонализацию рекламы. То есть как раз таки он мне показывает рекламу сейчас только ту, которую я хотел бы видеть. А если я это запрещу, то вот вы будете по-прежнему видеть рекламу, но она будет не учитывать мои интересы. Будет показывать какую-то совершенно рандомную рекламу и не факт, что она будет полезна. Так что можете выбирать оставить это, либо нет, все на ваше усмотрение. Ну и по поводу того, где раньше находился этот пункт. Реклама, как сейчас, видимо, находится в конфиденциальности, а раньше это находилось здесь. Вот Google и заходим сюда и вот видим опять же вот реклама. Она все время здесь находилась, но немногие люди сюда заходят, и поэтому не все об этом знают. А также сейчас я покажу то, как можно сбросить Adaptive Brightness. По крайней мере, это точно работает на девятом андроиде. Если мы ее включаем, то у нас будет адаптироваться яркость с учетом освещения, а также с учетом наших предпочтений. Если в Google Фото я хочу, чтобы у меня яркость всегда была на максимуме, и даже если в комнате темно, то яркость там все равно будет выше, чем обычно, потому что адаптивная яркость это запомнила. Но опять же, случаются такие моменты, когда адаптивная яркость запоминает то, что ей не нужно. Например, опять же, в Google Фото я могу одну-две ночи присутствовать с яркой яркостью, а все остальное время мне это не нужно. Она подумает, что мне теперь нравится сидеть с более высокой яркостью, и будет это делать на постоянной основе. И для того, чтобы такого не случалось, мы заходим во все приложения, либо же просто нажимаем на поиск и вводим «Device Health Services». И если мы, допустим, на том же девятом андроиде заходим в «Хранилище и кэш», то здесь будет такой пункт, как сбросить адаптивную яркость до ее системных настройок. Но, как видите, на десятом андроиде этого нет. Я не понимаю, по какой причине возможно с официальным релизом это снова появится. Но вообще странно, почему у нас в настройках изначально в «Adaptive Brightness» этого нет. То есть я хочу зайти сюда, адаптивную яркость, и будет такой пункт «Спросить адаптивную яркость, чтобы она настраивалась заново». Почему этого нет, я не понимаю, но если вы знаете ответ, напишите в комментариях. Ну и последний пункт, мы поговорим о том, как блокировать встроенные приложения. Многих бесит то, что когда мы запускаем телефон в первый раз, то у нас здесь установлены десятки встроенных приложений, которые, допустим, нам не хотелось бы использовать, либо они нам попросту не нужны. Встроенные приложения, их просто так удалить нельзя, потому что если мы возьмем, например, Play Music, вот видим, мы ее не можем удалить, вот будет просто отмена. Поэтому мы заходим в «Настройки», находим это приложение, например, Play Music, вот, и нажимаем «Отключить», и он у нас не просто удалится, он сбросится до APK файла, то есть он до сих пор будет храниться на телефоне, но его уже не будет в меню, и он не будет так много занимать памяти. Ну и как обычно, огромное спасибо, если вы досмотрели эту серию до конца, увидимся в следующих видео, всем удачи, всем пока!